Чик-чирик, дорогие друзья! Всем привет на канале CryptoCommons. Это будет обзор по альткоинам, потому что сейчас тема жаркая, альтсезон во всей красе, вон как Oneinch стрелял, мы видим с вами. Mana очень красиво сегодня стрельнула, тоже Decentraland. Давно про нее говорю, давно ее держу. Думаю, продавать часть или не продавать. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну и в целом, игровые токены, конечно, игровые штуки, скамовые щиткоины, все сейчас очень сильно стреляет. Сезон щиткоинов, как вы можете видеть. Илон, я вчера дал рекомендацию, не финансовый дисклеймер, вот здесь вот про то, что Dodge Илон повторит ситуацию с SHIB. И посмотрите, он уже дал после этого почти 3X. Так что, ребята, если вам нравится криптоконтент, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вы еще этого не сделали, жмите на колокольчик и погнали. Ну, погнали к графикам. Давайте без дури, без новостей. В новостях, конечно, много чего пишут. Джордан Белфорд инвестирует в XRP. Джастин Сан вывел из DeFi миллиарды долларов, из АВЭ, Кримфинанса. Но, знаете, это все надо читать между строк. ФСБ России запросило право получать информацию от биткоин-бирж. Хрен бы с ними, с этими новостями, потому что мы с вами знаем, что покупать надо не на новостях, а на слухах. Поэтому давайте посмотрим, что еще не отросло, что можно прикупить. Опять же, посмотрите на вот этот график Dodge Илон. Вот она, зона накопления, о которой я вам все время толкую на нашем канале. Что бы там ни было, покупать надо вот здесь, а здесь надо уже фиксироваться и продавать. Поэтому все остальное – это подгон понятий. One inch. Ребята, One inch уже очень неплохо иксанул на днях. Частично я здесь разгрузился, куда он долетал. И вот сейчас я частично обратно догружаюсь. Не финансовый совет, дисклеймер. Я думаю, что One inch только начал. Вот этот его первый залп. Вряд ли это был, понимаете, такой памп и дамп. Тем более, он пробил вот это сопротивление нисходящее долгое. Если на него посмотреть под таким углом, это One inch к биткоину мы смотрим. То вот, массивное сопротивление пробито. Я думаю, что One inch сейчас поконсолидируется, поконсолидируется. А может, и не даст нам ведра наши налить и полетит в космос. Это мое личное мнение. Не финансовый совет, дисклеймер. One inch к доллару, соответственно, еще бодрее выглядит. Вот он уже находится в параболическом закруглении, которое мы с вами так хотим видеть на булране, да? Не, ну опять же, может, конечно, это все и растянуться, и быть вот так, но в целом это туда. Давайте еще так. Чтобы понимать перед тем, как мы продолжим, если кто-то новенький, озвучу свой прогноз по биткоину. Потому что, может быть, кто-то медведь и ждет там снова 20 тысяч. Я считаю, что биткоин идет наверх. Потому что есть тому причины. Ребята, если вы посмотрите на всю историю битка в логарифме, то вы убедитесь сами в том, что биток, в принципе, всегда идет наверх. Вы можете набросить логарифмический канал, да? И увидеть, что биткоин у нас с вами идет циклами. Вот у нас был бычий цикл, медвежий цикл, бычий цикл, медвежий цикл. И сейчас мы в бычьем цикле. Поэтому я пока не вижу признаков на разворот. Если вы тут приблизитесь, то вы видите зеленые свечи хайка наши, недельные. А это очень мощный индикатор. Пока они зеленые, мы растем. Вот у нас была коррекция здоровая. И, соответственно, ждем еще какую-то вот такую вот колбаску. Колбаску, которая забросит нас куда-то на 100 с чем-то или даже 200 тысяч. И потом мы уйдем снова в медвежий рынок. Это мое ожидание. Просто математическое, вероятное, в соответствии с моделью Stock to Flow, которая прогнозирует нам уже цену в 100 с чем-то тысяч долларов, в соответствии с тем, что никто не верит. И рынок всегда растет против ожидания толпы. То есть почему мы в прошлый раз вот тут росли? Потому что вот здесь никто не верил, вот здесь никто не верил. Все шортили. Я это помню. Я уже был в рынке. И мы улетели еще на 5x вот отсюда. Поэтому я жду сейчас чего-то такого же. То же самое было и здесь тоже, ребята, в виде вот этой коррекции, где никто не верил. Очень похоже, что мы сейчас вот здесь. И потом мы улетаем наверх. Вот когда все поверят и купят в лонг, это обычно происходит здесь. Вот тогда надо будет выходить из рынка. Вот здесь все поверили и покупали биток по 20 тысяч. Говорили, он никогда уже не будет стоить меньше 15. А он упал на 3. Потому что честная его цена по этому каналу была в районе 800 долларов. Ну, тысяча с чем-то. Вот, 1200. А сейчас честная его цена, то есть, ну, уже в районе 22 тысяч долларов, вы видите. А к пику его честная цена будет уже в районе 30-ки. И к дну медвежьего рынка следующего она будет в районе 40 тысяч. Вот и все. Это моя модель, в которую я верю, чего я ожидаю. Я могу оказаться неправ. Дисклеймер, не финансовый совет. Потому что я просто чувак из интернета. Теперь поехали к делу. Cardano всех интересует. Давайте взглянем Cardano. Cardano достаточно сильно скорректировалась. Вот мы смотрим к биткоину Cardano. Вот здесь вот его хайпери. Все говорили, все, Cardano, to the moon. В итоге оно скорректировалось. И прямо сейчас уперлось в сетку EMA Ribbon. При этом на недельном таймфрейме к биткоину стахастик находится в перепроданности. То есть, вот-вот развернется и пойдет наверх. Соответственно, Market Cipher пока еще не дает сигналов на лонг. Может быть, конечно, больший корректос. Но в целом, Cardano, наверное, в какой-то момент имеет смысл подобрать. И я даже подобрал здесь немножко Cardano, несмотря на то, что я не люблю этот проект. И не считаю его вообще чем-то особенным. Тем не менее, сетка EMA Ribbon как развернулась в бычью сторону к биткоину вот здесь, так и сохраняет бычий тренд. Так что нет причин паниковать. Cardano к доллару выглядит еще лучше, естественно. Потому что к доллару сейчас весь рынок пампит. Тут все зеленое. Несмотря на то, что мы в коррекции. В принципе, имеет смысл, наверное, подбирать на сетке и лететь дальше. Собственно, почему я это и сделал. Вот. Еще почему я по бычью настроен? Да потому что, смотрите, общая капитализация крипторынка пробивает all-time high. И общая капитализация альткоинов тоже пробивает сейчас all-time high. Плюс, что мы видим с вами по эфиру, что он тоже пробивает all-time high, ребята. И это всегда лучшее время, чтобы не заходить, конечно, в лонг на всю котлету, но продолжить движение. Если вы не набирали с нами эфир вот здесь, вот здесь и вот здесь, то со своим риск-менеджментом аккуратно вы можете, конечно, заходить в лонги и лететь куда-нибудь на 7000 или даже на 10. Потому что, скорее всего, эфир рисует параболическую историю. Хорошую такую параболическую историю. То есть, в сравнении с предыдущим циклом, скорее всего, мы где-то вот здесь. Сейчас, посмотрите, мы откорректировались. В принципе, любой пузырь, если вы посмотрите, он всегда выглядит вот так. Вот, у нас была сильная коррекция с 3000 на 2, да, потом flat, и сейчас мы выходим на новый уровень. Посмотрите, вот у нас была сильная коррекция, flat, и сейчас мы выходим на новый уровень. Очень побыча смотрится эфир как к доллару, так и к биткоину, вы можете видеть. Удерживает поддержку и идет наверх. Moneyflow немного, конечно, в красной зоне, но стахастик перекрестился и собирается уже наверх. Так что эфир очень побыча выглядит, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он уже очень сильно отрос. Опять же, к доллару, а не к биткоину. К биткоину он пока еще даже не переписал all-time high. Вот, но, как мы знаем, рынки нас умеют удивлять. На бычьем рынке все происходит гораздо более побычьему, чем мы можем себе представить. И многие выпрыгивают из ракеты прямо пока она летит. Вот. Что еще лично я хочу отметить? Это BitDAO. Я вам говорил про BitDAO. Мы залетали вместе в прямом эфире в него по 2 доллара на аукционе. После чего он упал, конечно, на 1,47 или на сколько там. Но уже, как вы видите, неплохо отрос. Уже на 3 доллара собрался. Кто интересуется, где можно купить BitDAO? BitDAO можно купить на бирже Bybit. На споте. На нашей любимой бирже. Ссылка на которую, естественно, в описании. По которой вы проходите. И покупаете себе BitDAO. Потому что на Binance его пока нет. Вот. По BitDAO тоже очень хорошее ожидание. Куда-нибудь на 10, 20 долларов и выше в этом цикле. Ну, то есть, грубо говоря, BitDAO – это новый зарождающийся BNB, ребята. Это вообще прям 100% интересная инвестиция. Биткоин кеша. Биткоин кеша тоже одна из моих сейчас больших, наверное, позиций. Поэтому Bitcoin кеш я очень побычно настроен, ребята. У него локальный хай 1600 баксов. Общий all-time high 4000 баксов. И я думаю, что он куда-то туда сейчас собирается. Ну, сейчас это для меня, еще раз вам говорю, это вот следующий год. То есть, я долгосрочник. Я не спекулирую в моменте. Я не пытаюсь угадать, куда рынок будет через 5 минут. Я вижу вероятность. Я вижу долгое накопление. Выход из него. Сетка и мой риббон развернулась в бычную сторону на недельки. Да, тут есть красные точки какие-то на сайфере. Но их много всегда по пути на росте. Так что, я думаю, Bitcoin кеш очень сильно всех удивит. Dash. Dash BTC. Я вижу столько хейта по поводу Dash BTC, ребята. Я не видел вообще еще, наверное, в своей жизни никогда. И если вы обратите внимание, вот эта красная линия, где мы сейчас торгуемся к Bitcoin, график с биржи Poloniex, поскольку он самый старый. Здесь видно всю историю. То мы торгуемся сейчас на уровнях, на all-time лаях 2014 года, ребята, по бирже Poloniex к Bitcoin. Мы торгуемся на уровнях 2014 года по Dash, что является ну просто супер крыши с ног сшибательной скидкой, ребята. Вот у него была параболическая дуга, которую он зафейлил раз. Вот у него была параболическая дуга, которую он зафейлил два. Но тогда все ланговали. Понимаете, в чем дело? Тогда все ланговали. Вот у него была попытка отскочить вот здесь. Понимаете, сколько тут каналов можно нарисовать? И тогда все ланговали. А вот сейчас я лично заметил по чатам, что все отчаиваются, продают Dash в убыток. Говорят, ну в баню ваш Dash скамовый. Купим лучше сейчас шибу, пойдем. Понимаете? Поэтому я думаю, что уже на пятый раз, ребята, и он так выстрелит, что, мама, не горюй, к биткоину. Просто будьте здрасте, космос тут будет вот такой. Поэтому я лично держу, опять же, вот я держу тут Dash. Я держу на Bybit спекулятивный лонг тоже, вот добрал после просадки заново по 183. Добираю на Spot, держу на Ledger, держу. Обязательно держу Dash, потому что вы что, ребят, Dash – это будущее. Это Digital Cash. Dash к эфиру еще интереснее выглядит, потому что все меня сейчас троллят. Говорят, ты говорил Dash к эфиру выходить еще вот здесь. Да, ребята, и здесь, и здесь. Я так и про Raven, и про Doggy Coin говорил внизу, и про эфир Classic. Вот здесь все это время заходить. Дальше мы увидим что? Вот такое движение, и у вас даже вот эта точка входа окажется отличной, понимаете? Один Dash, один эфир, я думаю, мы еще увидим обязательно. Справедливую цену, на которой, собственно, он был 5 лет подряд. Потому что монет Dash в разы меньше, чем монет эфиров, а монеты очень крутые. Вот такой мой теханализ Dash. Я жду его в этом цикле. Дальше очень-очень высоко. Гораздо выше вот этого хая. Так вам скажу. Посмотрите вот этот видос, который сейчас появится у вас сверху. А вот по поводу Dodger. Я вам так скажу, ребят. Да, к доллару сейчас, если весь рынок растет, наверняка Dodger к доллару еще подрастет. Но вот перепишет ли он All Time High в 70 центов, я уже не уверен и сомневаюсь. А вот Dodger к биткоину, на фоне растущего битка, я уверен, что будет падать. Посмотрите, Dodger к биткоину в даунтренде. По Dodger к биткоину уже был памп 100x. Поэтому я жду в целом Dodger к биткоину обратно куда-то вот сюда. На 100 сатоши или даже ниже. Может быть, через отскоки дохлой кошки, вот такие, как здесь. Но в целом я жду его вниз. Поэтому аккуратней с Dodger. В любом случае в битке, я считаю, в Dash и в эфире больше денег сейчас заработаете. В Dash 100% гораздо больше. То же самое касается и EOS, что Dash. Посмотрите, все по графику видно. Вот зона накопления. Будет очень сильный отскок. 100%. К доллару то же самое. Уже мы видим разворот. Тоже будет очень сильный отскок. То есть, ваша задача аккумулировать то, что внизу, а не то, что уже стрельнуло. Эфир классик. Вот мы с вами набирали вот здесь всю дорогу к битку. Он выдал 10x к биткоину. На самом деле, даже больше было это, смотря по какой бирже. Вот, на Binance было все 20x. Поэтому, ребят, эфир классик тоже еще не закончил движение. Не думайте, что это Short Squeeze был такой. Эфир классик – это настоящий эфир. По факту. По факту это и есть первозданный настоящий эфир. И посмотрите, как сильно укатали в пол стахастика RSI по классику. Тут неумолимо будет сильный отскок. Когда вот этот горбик на сайфере сойдется, мы увидим очень сильное движение. Как вот здесь было тоже, посмотрите, стахастик укатал в пол. Потом, может быть, ложное вот такое движение будет. Но потом все равно мы полетим наверх, понимаете? Мана. Давайте мана. Кто держит мана, всем респектую. Конечно, если вы срубили уже здесь неплохо на вот этом движении, сколько оно там дало, там 6000%, конечно, имеет смысл частично разгрузиться. Я пока свою ману не разгружаю. Я думаю, что она пойдет еще выше в этом цикле. Но у меня просто ее немного. А так, если вы на ней спекулируете, конечно, имеет смысл часть разгрузить, потом ниже где-то опять частично так же заходить, перезагружаться заново. Понимаете? Тут купил, тут продал. Ведь у вас у позы всегда есть спекулятивная часть, а есть инвестиционная. Инвестиционную часть держите в ходле по средней цене, а вообще не парьте. А спекулятивно докупайте на низах плечом и разгружайте плечи на хаях. То есть, если вы в плече стоите по мане, конечно, имеет смысл ее разгрузить. Как и OneInch было, и Shiba было там вчера-позавчера. Когда вы видите Pump, извините меня, на 100%, имеет смысл разгрузиться. OM и USDT. OM тоже все забыли. OM я стейкаю, держу, не вынимаю. Я жду по OM сейчас, может быть, какую-то консолидацию. Вот, мувинги только начали формироваться. Но если мы удерживаем сетку EMA Ribbon на 20 центов, то я жду по OM следующую волну на новый этаж куда-то выше предыдущих хаев. То есть, на 90 центов или даже на доллар с чем-то вполне себе возможно. Хотя проект молодой, конечно, нужно быть с ним осторожным. По Anthology, быстро скажу, тоже выглядит отвратительный график. Вот этот вот сквиз был на Binance куда-то вообще на 3 копейки. Я думаю, что это был Long Squeeze, и Anthology даст скоро очень хороший отскок. Но у меня в портфеле Anthology немного. Держу 1000 монеток, 1300. Вот, думаю, может, наращу долю. Ravencoin, кто спрашивал? Ravencoin тоже, посмотрите-ка, он дал очень сильный памп. Мы с вами вот тут его набирали, кто меня слушал. Тут мы его разгружали. Сейчас, я думаю, имеет смысл его снова подбирать в ожидании уже следующего плато. Потому что он хорошо отконсолидировался. Посмотрите, он вот здесь вот всех сквизанул. Здесь всех сквизанул. Вот он сейчас в боковике. Зеленая точка. Ровный осциллятор. Может еще дампануть разочек. Если дампанет, то надо подбирать и брать уже, лететь наверх, на мой взгляд. Solana, ваша любимая Solana. Ну, тут ничего не скажу. Устойчивый аптренд. Все классно. Но, опять же, ребят, актив, который вырос уже меньше, чем за год на... Посмотрите, сколько. Меня не глючит. 256 тысяч процентов. А, ну нет, это я, наверное, с нуля меряю. Даже вот отсюда, с первого импульса. На 10 тысяч процентов почти. Поэтому аккуратнее надо быть с такими активами. И глобально я жду его, конечно, в коррекцию. Solana, может быть, он сейчас перепишет high. Куда-нибудь сходит, там, на 300 долларов или ниже. А потом идет в затяжную коррекцию, как было, типа, вот здесь. Поэтому, на мой взгляд, лучше покупать то, что лежит сейчас вот здесь, в зоне накопления. Чем уже то, что он на своих high находится. Пускай даже локальных. Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы такой подход. Ну и Litecoin. Давайте глянем, наверное, Litecoin. Тоже у меня хорошая доля в портфеле. Litecoin находится на all-time low-ях, опять же, к биткоину. All-time low-и. И вы видите, вот он последний раз, когда он здесь был, к биткоину, в 2017 году. Он после этого отскочил очень мощно на 600% и даже на 700% почти. Поэтому жду по Litecoin тоже вертикальную палку. Они, кстати, ее уже репетировали не так давно. И она удалась вот здесь. Поэтому Litecoin очень привлекательно сейчас выглядит. Так же, как и Tron, на самом деле, который уже пробился. Смотрите, Litecoin вот здесь сейчас. А Tron уже пошел вверх. И сейчас борется вот с этим сопротивлением. 200 сатоши. Как только Tron пробивает 200 сатоши, если вы breakout trader на пробой, можете смело залетать и лететь куда-нибудь на 500 сатоши как минимум. Tron к доллару тоже подтверждает это. Находится в восходящем аптренде. Просто немного лагает запаздывать за битком сейчас. Stellar. Тоже большая доля у меня в портфеле. Жду Stellar в космос. Stellar все еще находится в этом канале аккумуляции, о котором мы говорили с вами. Еще из него не то, что не вышел. Он находится на нижней границе. Тестирует нижнюю границу сейчас. Посмотрите, что бывает, когда он проваливается ниже этой границы. Он отскакивает сразу выше, к верхней границе. Так что, не знаю, не жду я Stellar вниз сильно уже. Я жду Stellar, пробивающий эту границу в 1300-1500 сатоши. И полет куда-нибудь на 4-5 тысяч сатоши сразу же. То есть в долларовом эквиваленте на доллар и выше. Тезис. Тоже хорошо смотрится Тезис. Биткул консолидируется. К доллару растет. В восходящем расширяющемся канале. Может быть, более большую коррекцию нам покажет. И, в принципе, уже неплохо так подрос. Поэтому, если он выпадет из этого клина, то тут дорога вниз тоже открыта. Поэтому, не знаю. Тезис я бы сейчас не стал трогать. Верч еще мне писал, чувак. Верч тоже классно выглядит. И с перспективы того, что у него хай. Смотрите, где был. Верч сейчас от своего хая находится на 94% ниже. То есть тут, как минимум, сильный отскок. Опять же, смотрите. Параболическое нисходящее сопротивление замедлилось. После чего превратилось в параболическое восходящее сопротивление. То есть вот у нас была зона накопления. Мы из нее вышли. Сейчас пошли на ретест этого сопротивления как поддержки. И, по идее, должны улететь наверх. Поэтому Верч выглядит очень классно. И к биткоину тоже вы можете видеть, что Верч сейчас находится в зоне накопления. Поэтому Верч сейчас очень хорошо смотрится. Как к биткоину, так и к доллару. Zcash тоже, друзья мои, находится на all-time лаях к биткоину. А к доллару уже начал восходящий аптренд. Посмотрите. Поэтому Zcash, несмотря на то, что проект такой наполовину мертвенький, все равно может хорошо стрельнуть. И Ripple, ваш любимый. Я хоть и терпеть не могу Ripple, я вообще против их централизованной недоблокчейн базы данных, где все могут заморозить и так далее. Тем не менее, чисто технически у нас тут прекрасный срез, потому что, смотрите, Ripple готов к пампу. Он вернулся в свою зону многолетней аккумуляции, откуда он выстреливает обычно очень-очень хорошо. Поэтому Ripple, я думаю, что мы увидим to the moon. Я сам нахожусь в небольших лонгах по Ripple и на байбите, и на споте. Так что, думаю, да, увидим мы еще to the moon по Ripple. Polka Dot. Polka Dot тоже интересно выглядит Polka Dot. Растет. В принципе, коррекция уже, похоже, завершена. Если мы сейчас пробиваем этот high, и на фоне общего альтсезона Polka Dot спокойно на 100 с чем-то долларов, я думаю, нас удивит. Поэтому я Polka Dot тоже немного прикупил, держу. Basic Attention Token USD. Посмотрите, какая крутая палка сегодня на 35%. Пока я записываю это видео, кстати, все еще сильнее запампилось уже. Я смотрю. Поэтому что? Сейчас, конечно, впрыгивать в краткосрочный трейд, наверное, не стоит. Тем не менее, смотрите, какие крутые объемы. По индикаторам мы тоже идем наверх. Вышли из вот этой долгой консолидации накопления. Так что бат я тоже держу и пока не продаю. Потому что он все еще ниже вот этого high, если вы посмотрите. И бат к биткоину вообще тоже все еще находится на глобальном дне. Если вы посмотрите, мы сейчас рисуем W. Из которого выход вот туда гораздо выше. Поэтому вот, видите, у нас линия сопротивления еще здесь. Мы до нее даже не дошли, к биткоину. Я думаю, что Basic Attention Token улетит сильно выше. Как минимум пойдет на вот это вот сопротивление. В 3500 Сатоши. А нижнее сопротивление на 2500 Сатоши. То есть, в принципе, Basic еще лететь и лететь. А вот Shiba. Ребята, я думаю, вы сами все видите. Если вы не совсем лудоманы и не дураки, что брать это точно сейчас не надо. Все, кто брал Shiba, даже вот здесь, особенно вот здесь, сейчас разгружаются. И даже если она хоть чуть-чуть выше еще улетит, то потом будет очень сильная коррекция по Shiba. Поэтому тут, как бы я все сказал, поддержка по Shiba. Если вы хотите ее вверх, то вот у нее поддержка в районе примерно 00002, там 003. И то, как бы какой наверх. Если она развернется в даунтренд, то ее скорее шортить надо. Аккуратненько со стопиком, может быть, попробовать пошортить Shiba. Но, дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. Шортить в бычьи рынке опасно. Просто вероятность здесь все-таки больше уже в сторону коррекции, чем в сторону роста. Так, DYDX все хотели, да? Ну вот, смотрите, он уже пошел вниз как раз, пока все его хотели. Тут ничего не могу сказать честно. На недельном таймфрейме, когда нет ни мувингов, ни индикаторов, новый слишком актив. На 4-х часовике мы в даунтренде. Посмотрите, как пробили сетку. Так, собственно, идем вниз и от нее отскакиваем, как от сопротивления. То есть, чтобы начался аптренд, нам нужно как минимум пробить сетку MA Ribbon в бычью сторону и тогда о чем-то говорить. Поэтому пока не знаю здесь, ничего не могу сказать. Atom давайте еще посмотрим, потому что Atom тоже я много держу и верю в него. Atom Cosmos, видите, смотрите, он к доллару находится в восходящем тренде. На 4-х часовике тоже сейчас удерживает поддержку. На Дневке тоже прекрасно удержал поддержку. Вот, поэтому, да, конечно, Atom к доллару идет вот такими волнами, и он может в какой-то момент сильно уйти вниз перед продолжением роста. Но, может, это будет позже. Поэтому я продолжаю держать Atom. Мне нравится, как он себя ведет. При этом Atom к биткоину, в отличие от Atom к доллару, смотрите, еще даже не вот здесь. То есть, в принципе, тут как бы вот предыдущий хай становится поддержкой в этом сценарии. Потом мы идем уже наверх, чтобы предыдущий хай вот этот стал поддержкой. Почаще смотрите, кстати, альты к биткоину, потому что они о многом вам скажут. Как подтверждающий индикатор. Опять же, другие уровни к биткоину, вы их будете видеть и понимать, что происходит. Ребята, надо бежать, все, AudioUSD. AudioUSD, тоже аудио я держу, поскольку я сам музыкант. У меня эта тема близка с AudioCoin. И на Audio's мы есть, кстати, если что. I think so, на Audio's наше музло. Кому интересно, можете послушать. Ссылку оставлю в описании, если не забуду. Audio's тоже, жду наверх. Как и, в принципе, все сейчас. Ребята, это сезон всего называется. Когда вы видите вот такое, это значит, что все не верят, продают или фиксируют прибыль. Понимаете, что происходит, да? Вот здесь сейчас все продают и фиксируют прибыль. Что после этого будет, как вы думаете? Конечно же, очень сильный to the moon. Чтобы они потом поймали FOMO и начали опять скупать уже весь биток вот здесь. Потом, смотрите, домохозяйки и бабушки и ваши соседи пока не покупают биткоин. Поэтому паниковать не о чем. И общий интерес к запросу биткоин вообще отсутствует сейчас, как вы можете видеть по Google Trends. Так что да, как говорит план B, представляете, продавать сейчас биткоин и ржет. Посмотрите на это. По stock to flow мы сейчас находимся вот в красных точках, в которых мы видим финальную мощнейшую экспансию. Мы сейчас конкретно находимся вот здесь, в сравнении с позапрошлым циклом, вот здесь. И увидим финальную, очень сильную фазу роста. Или вот здесь, в сравнении с этим циклом. То есть вот, смотрите, мы сейчас вот здесь, и нас ждет биток шестизначный, эфир пятизначный. И Dash, будем надеяться, хотя бы четырехзначный. Хотя, я думаю, что и пяти тоже мы увидим. Поэтому все, ребят, вот такой вот сегодня контент. Дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Обменнички, рабочие кошелечки. Торгуйте с холодной головой. Не надо ставить все на одно. Не надо брать большие плечи. Посмотрите в видео уроке, как торговать на Bybit. И как зарабатывать на рынке. Всем профитролей. Спасибо, что смотрите. И скоро увидимся. Пока.